Не так давно мы рассказывали о районном театральном конкурсе в главной роли. Впервые в нем получили возможность продемонстрировать свои таланты одаренные ребята школ нашего муниципалитета. И вот состоялось завершение конкурса, на котором побывала наша съемочная группа. Итак, театр пришел в образовательное учреждение Славянского района. Юные славянцы стараются порадовать зрителей своими талантами. Во время подготовки к спектаклям ребята тренируют память, заучивая свои роли. Такая работа оказывает влияние на формирование у них чувства прекрасного. Режиссер театральной студии «Альтаир» 12-й школы Ирина Юскина, успешно подготовив с учениками драматическую постановку «А завтра была война», не остановилась на этом и взялась за сказку. Повесть сказка Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» очень интересный материал, и он был использован для музыкальной постановки «Буратино». Самодеятельные актеры очень старались вжиться в порученные им роли и создать выразительные образы. Мне предложили главную роль, я была очень рада. Я хотела отдать всю себя для того, чтобы зрители поняли, что перед ними настоящая Мальвина. Они прочувствовали всю атмосферу Буратино, всю сказочность, которую поставила Ирина Алексеевна. Для меня Мальвина очень сказочная, таинственная девочка. Я очень хочу, ну как бы я стараюсь передать ее поведение, манеру, как она общается со всеми. Она в то же время, ну как она веселая, но в то же время она элегантная, она старается держать себя. Я всегда стараюсь, понимаете, как, то есть прислушиваться к детям. Что они говорят, что они хотят, понимаете, им нравится это произведение, и они хотят там сыграть, понимаете. А это немаловажно для самодеятельного актера. Мальвина выросла, и Пьеро вырос, и как бы воспоминания, как они вдруг попадают в эту коморку папы Карла, да, и они, у них воспоминания, они воспоминают. И поэтому у нас две Мальвины и два Пьеро. После многочисленных приключений озорного Буратино, хорошо известных детворе, из которых главный герой всегда выходил победителем при помощи своей смекалки, и благодаря хорошим друзьям постановка завершается эмоциональным финальным танцем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кукольный театр, где актеров заменяют куклы от небольших до превышающих человеческий рост, интереснейшее искусство, которое имеет много своих верных поклонников. В этой номинации хорошо выступили участники объединения «Кукольный театр» Школы номер три с постановкой «Как баба-яга доброй стала». Впервые вот такой конкурс у нас среди наших коллег, среди наших соперников, наших друзей. Мы видим здесь разные жанры театральные. Мы работаем с кукольным театром. Детей мы привлекаем в кукольный театр. Ну что, здесь они учатся только хорошему, как они сказали. Кукла – это работа рукой, это развитие мелкой моторики, это развитие речи, это всё, что пригождается ребятам на уроках. На уроках развития речи, чтения, письма. Они знакомятся с произведениями устного народного творчества, потому что материал у нас – русские народные сказки. Ребята прилагали все усилия, чтобы заинтересовать зрителей и жюри своим творчеством. Мне очень нравится ходить на кукольный кружок, мы разучиваем очень много сказок. Я в спектакле играю самую главную роль, и мне нравится. Жюри оценивало выступления конкурсантов, учитывая художественную ценность, сценическую культуру, оформление оригинальности, артистизм. Дипломами первой степени отмечена театральная студия «Альтаир» 12-й средней школы в номинации «Драматический театр» за постановку «А завтра была война» и в номинации «Музыкальный театр» за мюзикл «Буратино». Актеры творческого объединения «Эльдорадо» первого лицея завоевали первое место в номинации «Малая театральная форма. Литературно-музыкальная композиция». Нужно не только отразить свой внутренний мир, но и постараться передать переживания отношения совершенно другого человека, влиться в эту роль. И не каждый с этим способен, не каждый сможет с этим справиться. Две постановки. Первая была дуэль двух величайших поэтов 20-го века, Маяковского и Есенина. Вторая же постановка являлась фрагментом из произведения Михаила Фанасьевича Булгакова «Мастер Маргарита. Встреча Понти Пилата с Ешоа». Мы потратили очень много времени на то, чтобы подготовить два этих фрагмента. У нас возникали небольшие трудности, но мы справились и сегодня мы выступили здесь. Были отмечены все победители в различных номинациях и возрастных группах. Основной целью конкурса в главной роли было способствовать развитию театрального направления в школах Славянского района. И эта цель была успешно достигнута. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События».